Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня мы будем рассматривать интересную колоду Игральные карты для предсказаний Красные и черные бриллианты Автором является Бухтеева Анна Но в целом колода красивая Сейчас мы будем о ней разговаривать Колода в обычной коробочке Я хочу поблагодарить Долфина за этот подарок И давайте сейчас будем рассматривать эти карты Немножечко моих мнений По составляющим колоды Потому что здесь 54 карты Это 4 масти и 2 джокера Что здесь можно отметить? Ну то, что здесь нет МБК Как такового, да, большого Здесь маленькая такая совсем книжечка Я ее вам покажу обязательно Сейчас я еще покажу, что здесь есть Красивого и интересного На самих картах здесь располагаются пояснения Что это за арканы Какие значения у этого аркана Мы можем увидеть Какие значения присутствуют? В общем, я подумала и решила Что такая колода лучше будет смотреться Естественно на платке На Павлопосадском настоящем Шерстяном платке И вот сегодня мы с вами будем разбирать Я свои замечания по поводу Именно монтической части Буду говорить Потому что, ну по поводу игральных карт Ну каждый играет как хочет Кто-то на 54 карточной колоде Кто-то на 36 Я в быту имею ввиду Если это не профессионалы У которых конкретное количество карт Для конкретной игры должно быть в колоде Мы сегодня об этом не говорим Мы говорим именно о предсказательной части И об этом здесь вот мое мнение и будет У нас прилагаются к колоде еще Несколько карт Здесь вот они с рубашками То есть здесь такая вот карта Соответственно С рекламой Есть еще здесь карточка такая интересная И опять же еще одна рекламная карта Кто хочет, может себе их подписывать Для чего опять же Может все это происходить Для чего эти карты могут быть Бывает такое Но вообще это редко Но бывает Когда карта теряется из колоды Более актуально это для игральных колод Нежели для предсказательных Но в любом случае Здесь история такая Что если карты потерялись То можете подписать Вложить обратно в колоду Оставлять ли джокеров При предсказаниях Не знаю Каждому решать для себя Могу сказать однозначно Но я для гаданий Скорее оставила бы Скорее оставила бы джокеров Для чего Я бы оставила Одного в положительном ключе Как счастливые случайности А другого Как несчастливую случайность И предопределение Допустим на неудачу Вот об этом Говорила бы Что могу отметить сразу По поводу двоек Троек Четверок И пятерок Никогда в цыганском варианте Гадания Не присутствовали Эти карты То есть здесь Для цыган 36-ти карточная колода Это золотой стандарт Я бы вообще рекомендовала Убрать Для того Чтобы путаницы не было Все те Новые варианты Вот эти вот Значения Названия Которые Касаются Двоек Троек Четверок И пятерок У нас сейчас Вообще Ну Большое количество колод Новых Выпускается И по этому поводу Могу сказать Что Пытаются Да вот Внести как можно больше В колоду впихнуть Как больше карт Они не нужны Эти карты В принципе Для мантической Системы Вот эти Двойка Тройка Четверка И пятерка Вот эти четыре Аркана Из каждой масти Они не нужны Их надо убирать Потому что Вот эти Которые даются Трактовки На двойки И так далее Они Современные То есть Кто на что Гораст Каждый автор Своё что-то пишет Двойки У одних Это там Допустим Знакомство У других Это там Уже Практически Разлад У третьих Это порча У четвертых Там еще что-то В трактовках То есть Абсолютно Бестолковые Бессмысленные Трактовки И Зачем Раздувать Колоду До 54 Карт Когда у нас Есть вообще Таро 78 Карточная И я не вижу Честно говоря Никакого смысла В том Чтобы Оставлять Эти двойки И тройки В колоде Именно для Мантических Трактовок Для мантики Именно для Трактовок Здесь вот у нас Смотрите Двойка Романтическое Знакомство Общение Радость Случайная Встреча Восхищение Ну Двойка Может так Отыгрываться Но опять же Это очень четкая Связь с Таро То есть Это как Двойка Кубков Аналог Двойки Кубков Идет энергетически Поэтому Нужен он вам Не нужен Смотрите Сами Убирайте Или оставляйте Это личное Дело Каждого Ну Я бы Однозначно Для именно На мантики Оставила бы Только 36 карт Что я и сделаю То есть Я сейчас Вот эти Двойки Тройки Четверки Буду убирать Так Третья Тройка Черви У нас идет Вмешательство Третьего лица В отношении Измена Любовный Треугольник Самообман Но здесь Вот видите Опять же Трактовка Той же Самой Тройки Кубков Частично То есть Я считаю Что это В принципе Актуальная Трактовка Но это Гибрид Получается Таро Тоже убираю Однозначно Четверка Семья Родственные Связи Забота Воспитание Знакомство С семьей Принятие Гостей В доме Комфорт Защита Стабильность Это Частично Идет Туз Черви То есть Здесь Трактовка И Она нам Не нужна То есть По сути Эта четверка Она тоже Не нужна Перекличка С четверкой Жезлов Идет Здесь То есть Как Территория На которой Могут отдыхать В том числе Близкие Друг другу Люди Она тоже Не актуальна Она не нужна Тем более Что я говорю О том Что разные Авторы Дают Разные Трактовки Которые Абсолютно Бесполезны По итогу В том Чтобы Давать Трактовки Далее Людям Немножечко Об МБК Тоже скажу Здесь Вот Как я и сказала Не столько Это МБК Сколько Ситуация Когда Кстати Колода 2021 Года Получается Вот Игральные Карты Даются Как образцы Да Немножечко Рассказывается О них О значениях Мастей Дается Но каждая Отдельно Взятая Карта Она имеет На себе Вот эти Трактовки То есть Здесь Даются Еще Расклады Будет Будет Человек Пользоваться Не будет Но это Личное Дело Каждого Расклад Неделя Когда По карте На каждый День Недели Это Можно И на 36 И на Тару Делать И я Честно Говоря Не очень Приветствую Вот эти День Это Не одна Карта Может быть Какое-то Основное Событие Но хотелось Бы пошире Так Здесь Вопросы Еще Образцы Раскладов На диагностику Негатива Определение Сроков Даны Вот видите Черви Как весна Утро Дни Вода Лето Это Бубны У нас Осень Это Трефы Получается И зима Это Пики Ну и зимой Здесь Опять же Не поспоришь Абсолютно Давайте Смотреть Дальше Что у нас Здесь Получается Пятерка Неспокойная Любовь Сомнения Печаль Разочарование Временные Разногласия Ну вот смотрите Опять же Перекличка С пятеркой Кубков Вот зачем Нам нужна Эта карта В игральной Колоде Нет Шестерка Черви Любовная Дорога Любовное Свидание Не свидание Ну вот Опять Безграмотная Абсолютно Трактовка Может быть Совместная Куда-то Поездка Или на Свидание Поход Но не само Свидание Ведь у нас Это надо четко помнить Поцелуи Объятия Проводы Утро Дни Весна Только Только Это могут быть Проводы Объятия Поцелуи В сочетании С другими Картами То есть Здесь должна Еще рядом Лежать Другая карта Для того Чтобы мы могли Сказать Что у человека Поцелуи Потому что Вот эта дорога Может быть Вообще Ребенка с утра Отвели в садик Он с удовольствием Пошел Вот это может Обозначать Абсолютно Нелюбовную Какую-то Составляющую Далее у нас Семерка черви Приятная встреча Близость Неожиданное Проявление Внимания Близость В каком ключе То есть Сексуальную близость Семерка черви Может обозначать Да Но опять же В содружестве С дополнительными Картами С девяткой черви С десяткой черви Когда все это Совпадает Да рядышком Там допустим С постелью С постельной Картой Тогда да Восьмерка Черви Разговоры Удовольствия Приятное Общество Любовное Добросердечное Настроение Веселье Хорошее Общение Понимание Гармония Праздник Не всегда Это праздник Но это разговоры Личного характера В том числе Приятные Какие-то разговоры Чтобы понимать Что это праздник У нас Должны быть Дополнительные Карты То есть С тузом черви Это может быть День рождения Дома у кого-то Празднуют И так далее Ведутся какие-то Застольные В том числе Разговоры Но не отдельно Сама Восьмерка Кубков По себе Девятка Черви Исполнение Желания Приятные Эмоции Ну эмоции Приятные Влюбленность Да Любовь Интимная Близость Сама по себе Девятка Отдельно О ней Не всегда Говорит Здесь опять Должны быть Подтверждающие Карты Здесь опять же Подарки Помолвка Флирт Ну напихали Всего и сразу Но здесь надо Указывать еще В сочетании С чем То есть рядышком Мы допустим Там нарисовали Десятка черви Это вот это Означает Это вот это Потому что Без сочетания Арканов Сама девятка Вот об этом Не говорит О нижних Трактовках Здесь Но у нас Исключительно Любовь Любовная Здесь в колоде Как я понимаю У автора Вот такое настроение Было Десятка черви Свадьба Счастье Сильная любовь Перевязанность Удовлетворение Близкие Родные люди Но это не близкие Родные люди Опять же Это отношения Определенные близкие Могут быть между людьми Личные интересы И так далее Интимная близость Только в сочетании С картой Определенной Здесь идет То есть здесь же Это может быть И Допустим Мама с дочерью Разговаривают О чем-то Там восьмерка Черви Например сюда Это дома Близкий Такой хороший Приятный разговор Об интересах В том числе Любовного характера Может быть А тут же Семейные ценности Интимная близость Сложится Потому что Семейные ценности Это не только ценности Между мужчиной и женщиной А здесь упор сделан Именно на это Валет Черви Романтичный Капризный Мягкий Маменькин Сынок Потворствующий желанием Близкий человек Ребенок Развратный образ жизни Что-то Какая-то 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 Карта Эмоциональная Мать Бабушка Жена Сестра Любовница О том Что это Бабушка Будут возрастные Карты Рядом Говорить О том Что это Любовница Будет говорить Допустим Карта Которая Именно Сексуальный Интерес Показывает От Мужчины Король Черви Ненадежный Азартный Противоречивый Любитель Удовольствий Женщин Спиртного Отец Брат Взрослый Сын Муж Любимый Муж Ну видите Напихано Опять Очень много То есть Здесь Опять же Мы говорим Всегда Что только В сочетании Может говорить О том Серьезный Несерьезный Человек Потому что Иногда Короли Черви Это действительно Душевные Очень такие Располагающие К себе Кверенту Смотрим Туз Черви Любовь Чувства Ну вот Ну вот Ну вот Красивый Рисунок Ну хоть В задницу Засунь Карту Уж простите За выражение Потому что Желание Обладать Желание Любви Отношений Да Это все Про Туз Кубков Но никак Не про Туз Черви Поэтому Учите мат Часть Товарищи Которые Создают Колоды Потому что Иногда Вот ощущение Что надо Создать Колоду Надо ее Продать Поэтому И нарисовали Было МБК По системе Таро Поэтому Черви Ассоциировали С кубками Там Трефы Ассоциировали С жезлами И вписали Все вот эти Значения Которые Знали Вообще Не про что Двойка Здесь Наполеоном У нас Прямо Изображение Наполеона Двойка Бубны Незначительный Документ Справка Чек Может Кстати Быть Такое Значение У двойки Бубны Переговоры Компромиссы Финансовое Партнерство Ну нет Это опять же Не про двойку Бубен Но Смотрите Нет Классических Трактовок По сути Потому что Это нововведение Оставлять Вот эти Низкие Ну низкие Имею ввиду Низкие Маленькие Значения Кард в колоде Тройка Бубны Важный Финансовый Документ Послание Свыше Ну опять же Это из тройки Идет из тройки Пентаклей У нас Бубны Это Пентакли Да Поэтому Ассоциация Поэтому здесь Просто тарошные Значения Даны Четверка Бубен Заслуженный Деловой Успех Радость Добродетель И так далее Места для хранения Денег Ну это опять Как четверка Жезлов Четверка Пентакли У нас выступает То есть Хранение денег Сейф Сейф например Может обозначаться Четверкой Пентакли Еще одной Карты Интересной То есть Да здесь Опять же Отсылка к тару Я против Того Чтобы просто Брать Значение Тару Перекладывать На игральные Карты Юридические Вопросы По пятерке Бубен Ну вообще Нет Судебное Разбирательство Тоже не про это Судебное Разбирательство Если ложиться Без Туза Например Трифового То ни о каких Судебных Разбирательствах Здесь не идет Дело Убираем Убираем Просто убираем Ну что могу сказать Друзья Садится потихонечку Камера Поэтому наверное Буду в несколько Приемов Снимать Уж не знаю Потянет она Или не потянет Дальнейшие съемки Итак Здесь Шестерка Бубны Деловая дорога Бизнес Продажи Ну могут быть Да Продажи То есть допустим Поехал На ярмарку Продавать товар Или машину Поехал продавать Такие тоже Могут быть моменты День Недели Лето Ну скорее В днях Здесь А не в неделях Время По поводу Лета Но видите Кто-то Кубки Относит К лету И соответственно Относят Им Червовые Карты К лету А бубны К осени Например Ну здесь Вот знаете Как по поводу Времени В игральных Картах Они скорее Показывают Не конкретное Время года Хотя вот Пики Всегда Показывают Зиму Черви Могут показывать Как весну Так и лето А вот Бубны И трефы Они осень Обе Вот эти Вот Обе Обе эти масти Они часто Показывают Осень Так у меня У кого по другому Вы тоже можете Отписаться Потому что Здесь видите В разных раскладах Вдруг ты понимаешь Просто интуитивно Какое это Время года Семерка Бубны Деловая Встреча Сделка Контракт Купля Продажа Подпись Ну в целом Да Здесь именно Деловая Встреча Если карты Сопутствующие Хорошие То может быть И хороший Результат Какая-то Сделка Восьмерка Бубны Денежные Переговоры Получение Небольшой Суммы Денег Ну почему Небольшой Если рядом Ложатся Другие Благоприятные Арканы Это может быть И большая Сумма Денег Или договоренность По поводу Какого-то Большого Финансового События Удачное Приобретение Но Здесь договоренности О приобретении А не Само Приобретение Само Приобретение Это с Десяткой Бубен Уже будет Взрослая Взаимовыгодная Дружба Не столько Дружба Сколько Если допустим Ложатся И червовые Карты И Карты Бубновые То тогда мы Понимаем Что здесь Между людьми И личные Тоже Взаимоотношения Хорошие Присутствуют Вот это Здесь Может быть Запросто Так Девятка Бубен У нас Подарок Выигрыш Бонусы Прорыв В деле Большая Сумма Денег Успех Помощь Свыше Ну Однозначно Это благоприятная Финансовая Карта Подарок В сочетании С еще Другими Картами Может быть Такая Вот История Но пришлось Все-таки Заряжать Камеру И продолжать Теперь Обзор Так Очень большие Деньги Выигрыш Бизнес Богатство Финансовая Безопасность Новое Место Работы Банк Сбережения Ну Здесь Да Может об этом Говорить Но Плюс ко всему Это может быть Интерес И не только Финансовый Но и Например Обозначать С определенными Картами Там Выкуп за Невесту Колым Все что угодно В этом ключе А так Достаточно Адекватные Трактовки Так Вестник Валет Бубны Бумажные Денежные Хлопоты Действия Ну Здесь Да И финансовые Тоже могут быть Хлопоты Противоречивые Но не всегда Противоречивые Это Просто Со здравым Смыслом Какие-то Хлопоты Которые в том числе Могут приносить Финансовые Результаты Как отрицательные Так и положительные В зависимости От карт Которые рядом Ложатся Доверенное лицо Ну Здесь может быть Если именно Как фигурная Карта Это выпадает Самосовершенство Ну вот смотрите Друзья Опять Вот эта Трактовка Она взята Из здоров Вот то есть То что касается Самосовершенствования Дама Бубин Обычно Незамужняя Но это Раньше Было так Раньше Считалось Что это Молодая Девушка А также Загадывали В том числе И блондинок Молодая Незамужняя Это по традиции В целом Правильная Трактовка Здесь Да Дана Страстная Но не всегда Девушка Может быть Страстная Это только Если какие-то Карты Такие Прямо Сяся Любовь Рядом С ней Ложатся Эмоциональная Молодая Начальница Сейчас Это может быть Женщина Молодовыглядящая Например Дама Дама Которая Немножечко С инфантильным Уклоном Как богатая Дама Не проходила Это никогда Если нет Сопровождающих Кар То есть Если просто Мы возьмем Без привязки К другим Арканам К другим Картам Именно Даму Бубин То это Молодая Незамужняя Девушка По классике А то Что здесь Уже Насаждается Другое Это Только В сочетании С другими Арканами И это Нужно Понимать Король Бубин Начальник Свободолюбив Неугомонен Артистичен Но это Не про Артистизм Вообще Король Бубны Деспотичен Нет Деспотичен Может быть Король Как раз Таки Пики Обычно Неженат Но не факт Что Неженат Здесь Видите Опять же Взрослый Мужчина Такой Изображается Я вам Могу Сказать Следующее Что Раньше Загадывали Именно Так Что Дама Бубин Это Молодая Король Бубин Молодой Неженат Либо Короля Червового Тоже Клали Для Расклада Богатый Не всегда Богатый Богатый Может быть Если Сопровождающая Карта Рядом Ложится Потому что Напрямую Сам по себе Король Бубин Смотря На что Делает Упор Колода Она Может Показать Это Как Возраст Молодой Достаточно Она Может Показать Это Как Состоятельность Поэтому Здесь Нужно Естественно Брать Рядышком Еще Выкладку Из Карт Купец Политик Ну Я вам скажу Так Тоже Без Дополнительных Арканов Не так Это Может Отыграться Туз Бубин Хороший Денежный Поток Желание Обладать Богатством Вот Здесь Чушь Пишут Потому что Туз Бубны Это Прежде всего Известие Некоторое Ну Не знаю Это Тоже Если Про Денежный Поток Судить Это Надо Чтобы Параллельно Карты Которые Будут На Это Указывать Только Тогда Двойка Трев Я буду Сразу Откладывать Опять же Эти Маленькие Значения Деловое Общение Ну Может Письма Диалоги Какие-то По делу Больше Через Бумаги Именно Здесь Ложится Потому что Карта Затрагивает Официальную Сферу Хотя Сейчас В современном Мире Видите Может Быть И звонок И сообщение Какое-то В том же Ватсапе Ведутся Переговоры По поводу Миллионных Дел И сделок Такое Тоже Может Быть Но Опять же Видите У нас Для общения Для переговоров Есть другие Карты Зачем Это Дублировать Это Только Запутает Особенно Тех Кто Новички То есть Человек Если Только Начинает Игральные Карты Изучать Это Его Собьет Смысли Тройка Трев Начало Обучения Расширение Возможностей Рост Развития Самообразования Творчества Получение Знаний Ну Опять же Здесь Перекрестные Значения Стару Частично Она Не нужна Это Тройка Получение Дополнительных Знаний Обучение В заведении Четверочка У нас Обдумывание Планов На будущее Стабильность Ну Стабильность Которая Может Перетечь В стабилиздец Если рядом Плохие Карты Но Опять же Это Скажем так Отсылка И к Четверке Жезлов И к Пажу Жезлов И Пентакли То есть Здесь уже Все смешалось В доме Обломских Поэтому Откладываем Я не рекомендую Эти карты Оставлять в колоде Пятерка Трев Соперничество Конкуренция Ну Это пятерку Жезлов Здесь идет Трактовка Можно даже Убрать ее Просто Сразу Хотите Берите Таро И смотрите На Таро Чем Брать Вот это Гибрид Бульдога С носорогом Хотите 36 карт Смотрите На 36 Картах Это будет Наиболее Эффективно Вопрос Не в том Что Я старовер И так Как испокон Веку Повелось Нет Просто Это Рационально Это правильно И это не будет Вас запутывать Если вы Прекрасно Наработали Свои значения Двоек Троек Четверок Пятерок Пожалуйста Можете С ними Смотреть Но Я о себе Могу Лично Сказать Я лучше Возьму Торочим 54 карты Буду смотреть И мне будет яснее Хотя система Посложнее Конечно Шестерка Треф Рабочая Дорога Командировка Ну да Вот здесь Все нормально Абсолютно Дано значение Вечер Месяцы Осень Ну в целом На осень Да Ложатся Трефы Но иногда Они как весна Да Вот такая Отыгрываются То есть Осень с весной Они бывают Похожи погодой Поэтому иногда Могут Перепутать Местами Сами карты Сама колода Может выдать Определенные Такие вот Нюансы Указания Которые не всегда Будут классическими Вечер Ну да Это Вечер И Это может быть Вечер И сумерки Может еще Показывать Карта Так Рабочие Встречи Здесь у нас Собеседования Неожиданные Предложения Принятия На работу Собеседования Да Могут быть То есть Количные Или по скайпу Там допустим Онлайн Какие-то Видео Да Вот Общение И собеседование Тоже может проходить Настоящее время Принятие На работу Только Если Сопровождающая Карта Деловые Переговоры Восьмерка Треф Дружественные Встречи Но это Не дружеские Встречи Либо это Встречи Людей Которые Шапочно Знакомы Так вот Или они Встречаются Под девизом Дружбы Для решения Все-таки Каких-то Деловых Вопросов Ну Трудолюбие Оно должно С действием То есть Оно здесь Должно Сопровождаться Действием А так Сама по себе Карта Трудолюбие Не означает Девятка Треф Работа По найму Средний Уровень Постепенный Рост Корей Да нет Роста Никакого По девятке Треф Приближающиеся Перемены Но только Если ложатся Рядом Карты Какие-то Сопровождающие Которые На это Указывают Развитие Проектов Но тоже Здесь Большого Развития Проектов Скажем Честно Нет Но Сопровождающие Хорошие Карты Если ложатся То может Отыгрываться И в таком Ключе Десятка Треф Амбиции Достижения Успехи Карьера Высокая Должность Признание Слава Быть в центре Внимания Здесь Знаете Как Будет Зависеть От того Тоже Вот Вы можете Сказать Да Вы Все Время Говорите Вот Что Рядом Да Потому Что Рядом Указывает Как раз Таки Развитие Данного Интереса Который Присутствует В этой Карте И Здесь Могут Быть Амбиции Если Финансовые Карты Ложатся Рядом Или Если Есть Пики Которые О благородстве Валет Тре Вдруг Студент Честный Подмастерье Справедливый Трудолюбивый Ученик Обучения Тренинги Ну Это Все Опять же У нас Про Пожа Жезлов Это Все Из Ну Скажем Так Не Из Таро А С Таро Перекликается Можно Многое Говорить Что Таро Вышли Из Игральные Карты Или Игральные Вышли Из Таро Там Огромное Количество Версий Существует Но Я считаю Что все-таки Системы Отличаются Хотя Перекличка Есть Поэтому Нужно Их Отдельно Воспринимать Но Матчасть Желательно И там И там Знать Есть Люди Которые Просто На игральных Картах Смотрят И у них Великолепно Это Получается И нет Какой-то Необходимости В добавлении Например Системы Таро Такое Тоже Есть Это В небольшом Количестве Случа Но Встречается Тогда Матрев Самостоятельная Общественная Активная Часто Замужняя Да Бывает Замужняя Но Кстати Трифовая Дама Иногда Очень Интересно Проходит Когда Как Соседи Живут С мужем И не поймешь То ли она С мужчиной То ли она Без мужчины Потому что Решает Какие-то Свои вопросы Сама Вот такие Тоже Проигрываются Часто Значения По Этой Карте Когда Девчонок Смотришь Приятельница Ну Сотрудница Знакомая Вот где-то Так Целеустремленная Но тоже Да Вопрос По темным Светлым Волосам В настоящее Время Я всегда Говорю О том Что по Картам Трудно Это смотреть Из-за Наличия Красок Для волос И Девушки У нас Меняют Цвет Волос Порой Чаще Чем Покупают Себе Джинсы Поэтому Это тоже Нужно Учитывать Король Триф Серьезный Ответственный Идейный Общительный Ну Да Серьезный Достаточно Бывает Мудрый И тоже Верный Друг Но это Если он Друг Это может Быть Вообще Не Друг Это Может Быть Например Какой-то Чиновник К которому Вы приходите Это Может Быть Просто Сотрудник Какой-то Организации Поэтому Здесь Не Про Друга В основном Готов К браку Ну Да Король Триф Если Он Решил Да Если Он Не Является Таким Заядлым Холостяком Да Может Быть Готов К браку Есть Свой Бизнес Карьерист Может Быть Но Если Есть Свой Бизнес Он Должен Рядом Ложиться Другими Картами Иначе Просто По Королю Триф Сказать О Бизнесмен Вот Не Факт Это Может Быть Даже Какой Мелкий Чиновник Которому Там 52 Года А Он Сидит Все Еще На Должности Какого Клерка При Администрации Такое Тоже Может Быть Ну Вот Наконец Таки Туз Трев Казенный Дом Вот Наконец Таки Я Вижу Трактовку Классическую Желание Знаний Карьеры С С С С Картами Которые На Обучение Трактовка Неприятные Известия Ну По двойкам Вообще Я так понимаю Автор Решила Проводить Известие Некую Коммуникацию Как Коммуникация Она Может Быть Действительно Ссоры Препятствия В Делах Прекращение Сотрудничества Увольнения Сплетни Ну Сплетни Они Здесь Должны Идти С С С Утверждающими Это Картами С Той же Дамой Пиковой Убираем Сразу Ну Тройка Пик Вмешательство Третьего В отношения Но Здесь Тоже Перекличка С влюбленными С тройкой Мечей Терпение Тяжелый Период Проявления Решимости Воли Слезы Страх Ну Есть На слезы Другая карта Зачем Тройку Сюда Приплетать Четверка Пик Проблемы Со здоровьем Их Разрешение Есть Другая Карта На проблемы Со здоровьем Сочетание Больница Это у нас Казенный Дом Сочетанием Пиковых Плохих Карт Зачем Отдельно Четверку Ну Вот Видите Это Четверка Мечей Вот Она Во всей Своей Красе Я считаю Это лишнее Так Пятерка Пик Упущенные Возможности Расставание Прощание Разрыв Отношения Операция Развод Брусь Ну Операция И прощание И расставание Ну Прям Совсем Одинаково Развод Бросить Учебу Семью Работу Оставить Прошлое Ну Здесь Не про Оставление Если Они Опять же Ну Видите Здесь Нить Разрезанная Такая Вот Мечом Веревка И Человек Уходит А Женщина Страдает На Картинке Но Это Опять же Как Предательство По Пятерке Мечей Может Больше Проходить Тоже Вот Я Советую Убрать Эти Карты Потому Что Они Вам Будут Запаривать Моз Каждый Раз Когда Вы Будете Она Рассчитана Под Игральные Карты Под Количество 36 Поэтому Вот Эти Лишние Хвостики Лишнее Количество Карта Действительно Здесь Будет Как Выше Уже Было Упомянуто Лишним А не Запасным Шестерка Пик Дальняя Дорога Заграница Тайна Ну Да Может Здесь Не Тайна А Тайная Дорога То Вот Ночная Дорога Под Покровом Ночи Втихаря Скажем Так Унижение Тревожное Ожидание Враждебность Ну Это Может Быть С Определенными Картами Например Встреча Когда Там Ограбили На улице И прочее Это Может Ночь Да Это Ночное Время Годы Да Может Месяцами Годами Тянутся Вот То Что Показывается В сочетании С этой Картой Зима Тоже Согласна Абсолютно Семерка Пик Неприятная Встреча Конфликт Ругань Зависть Неожиданный Обман Но Это Не про Обман Обман Си рядом Специфические Карты Враждебность Наркотическая Или Алкогольная Зависимость Ну Я вам Скажу Так Что По Одной Семерке Пик Это Нельзя Определить И Выпивка Это Вовсе Не Семерка Пик Есть Конкретная Карта Которая Так И Называется Пьянка Она Сопутствует Определенному Игральному Аркану Неприятный Разговор Конфликт Восьмерка Пик Дисбаланс Сплетни Козни Слезы Больная Привязанность Печаль Ожидание Визиты К врачам Оскорбления Взаимной Обиды Визиты К врачам Есть ли В сочетании С определенными Арканами Нет Сама По себе Восьмерка Пик Это Не визит Врача Но Как неприятный Разговор Она Да Проигрывается Девятка Пик Провал Яма Препятствия Болезнь Операция Печаль Страдания Ну это да Вообще Негативная Карта Особенно Если она Ложится В сочетании Еще с Шестеркой Пиковой С другими Не очень Хорошими Арканами Трагические Случа Известия О смерти Кладбища Ну Кладбище Тоже Оно иногда Показывает Конкретно К кому Допустим На кладбище Пошел человек Тогда фигурная Карта Должна быть Рядом Десятка Удача Провал Болезнь Опасные Чужие Люди Но я вам скажу Десятка Пик По сути Своей Не так Негативно Как может Показаться Воровство Воровство Только по Десятке Пик Не проходит Банкротство Будет проходить С убыточными Картами Плохими Рядом Нападение Может проходить Если рядом Семерка Пик И туз Пиковый Определенным Образом Слишком Общее Определение Валет Пик Пустота Пустые Хлопоты Проблемы Безнравственный Циничный Обманщик Чужой Человек Деградация Личности Азартные Игры Если Рядышком Ложатся Деньги Дама Дама Пик Сильная Скрытная Практичная Ведьма Начальница Вдова Пожилая Женщина Враг Вражда Нападение Гнев Раздражение Разлучница Обман Как разлучница Редко Выходит Эта карта Потому что Она Обычно Идет Просто Другой Дамой Любой Потому что Зачастую Даму Пик Можно позиционировать Как негативное Какое-то послание В зависимости От вопроса Который Вы задаете Она даже не всегда Дамой Выпадает Как таковой Не всегда Обозначает Человека Король Пик Военный Юрист Врач Полицейский Человек В форме Начальник Владелец Здавец Пожилой Мужчина Ведун Туз Пик Сила Удар Смерть Тяжкая Весть Магия Вмешательство Обладать Властью Желание Ну Я вам скажу Так Что Туз Пик Он не на годы Здесь Вот по поводу Срока Ночь Зима Годы Не по поводу Лет Каких-то Он может Более быстро Исполняться И моментально Даже И здесь Магия Только в соответствии С дополнительными Картами Может трактоваться Вот так Джокер Вы не управляете Событиями Манипуляция Магическое Воздействие Ну Здесь Видите Он стоит Именно Как манипулятор Действительно Но Джокер Опять же Наоборот Может Джокер Вот такой Красненький Обозначать Везение То есть Какой-то Выигрыш На голову Который Свалился Сам по себе Очень часто Проигрывается Как в плюс Случайный Какой-то Плюс На который Не стоит Рассчитывать Долгосрочно И доверять Джокер Черный Вы не Управляете Событиями Ну И по Джокеру Да Событиями Ни в том Ни в другом Случай Человек Не управляет Манипуляция Магическое Воздействие Деструктивного Характера Ну По Джокеру Черному Может быть Особенно В сочетании С дамой Пик С девяткой Пик Совместно Да Может быть Порча Это да Так что Вот такая Колода Друзья Красивая Интересная Причем Качество Неплохое Тонкий Картон Но я думаю Что он Достаточно Носким Будет По моим Ощущениям А ощущения Меня обычно Не обманывают Потому что Большое Количество Колод За это Время Мною Было Испробовано В работе Давайте Так Три Совета Вам Первый Второй Третий В порядке Выкладки И будем Поднимать Карты Первая Позиция У нас Ну смотрите Здесь Карты Говорят О том Что возможно Настала Пора Для вас Посетить Кладбище Кого-то Из усопших Возможно Да Вот Настала Пора Помянуть И вообще Заняться Этим Вопросом Так Смотрите Для кого-то Здесь Может быть Информация О том Что В ваших Отношениях Все Не так Безоблачно Как Хотелось Бы И вы Имеете Полное Право Подозревать Человека В не очень Хороших Вещах Потому что Стелет Мягко А кладет Жестко Вот тот Товарищ Который Может быть С вами Если За вами Сейчас Ухаживает Какой-то Человек То Тоже Тоже Не доверяйте Всем Его Словам Потому Что Внешне Он Позитивный Но В более Позднем Периоде Может Проявиться Негативное Его Отношение Или Проявление Буквально Вылезти Наружу Это Не обязательно Только Любовные Отношения Это Могут Быть Другие Какие-то Знакомства И Взаимоотношения В том Числе Делового Характера Когда Человек С течением Времени Вроде Б Ну Здесь Смотрите Расслабьтесь Получайте Удовольствие Вы Не Управляйте Ситуацией Как Было Сказано И Здесь Не Пытайтесь Что-то Сейчас Сделать В рамках Рабочих Взаимоотношений Каких-то Заявлений В Правоохранительные Органы То есть Если Вы Такое Заявление Подавали Вы Его Уже Отдали Расслабьтесь И Получайте Удовольствие Ничего Дальше Пока Что На Сегодняшний День По крайней Мере Ближайшую Неделю Три Вы Сделать Не Сможете Вам Возможно Нужна Хорошая Консультация Хорошего Специалиста В области Юридической Или Медицинской Если Выбирали Хирурга То Может Быть Замена Хирурга Потому Что И Кстати Это Даже Вам Будет Во благо Если Какое То Дело Задержится То Можете Уже Понимать Что Из него Не Выгорит Ничего В Быстрые Сроки И Вы Повлиять Не Сможете На То Что Задерживается То Если Вы Понимаете Что Что Затянулось Просто Махните На Этой Рукой Не Нужно Тратить Себя Своё Время Нервы Для Того Чтобы Разбираться С Тем Что Происходит Обратите Внимание На Финансовую Составляющую Вашей Жизни И Смотрите Вам В кинотеатр Вот то Что Происходит Вечернее Время Может Быть Это Встреча Нового Года Рождество Какие-то Другие Вопросы Старый Новый Год 23 Февраля Это Тот Случай Когда Человек Идет В кафе И Отмечает Это Рекомендуется Сделать Кстати Гораздо Более Такая Ситуация Будет Благоприятная Чем Если Вы Будете Принимать Людей Дома Постарайтесь Кстати Не Принимать Некую Женщину Женщина Возможно Темноволосая Или С темными Глазами Серьезная Такая Деловая Если Есть Возможность Встретиться В кафе То Сделайте Это Там Не Встречайтесь Дома С Не Зовите К Себе Смотрите Если Вы Получили Какие-то Большие Деньги Не Спешите Об Этому Рассказывать Кому Кто Может Негативно К Вам Озаботьтесь Тем Что Вам Нужно Подать Какие-то Декларации Или По Квитанциям Расплатиться Это Может Быть Достаточно Крупная Сумма Вот Такая Друзья Колода Колода Красивая Колода Интересная Единственное Что Я На Сегодняшний День Я Ярым Противником Того Чтобы Цыганская Игральная Колода Было Более 36 Карт Джокеров В целом Можно Оставить Я Пока Оставлю В этой Колоде Но Все Двоечки Троечки Четверки И пятерки Я Уберу Поэтому Я думаю Что Вы поняли О чем Я говорю Поскольку Я объясняла Достаточно Внятно И четко Я считаю Что Если Есть Возможность Взять Таро И посмотреть На Таро То Лучше Отложить Все Те Карты Которые Свыше 36 Тогда Эффективнее Гораздо Будет Расклад Потому Что Многие Думают Чем Больше Карты Точнее Предсказания Далеко Не так Поэтому Всем Друзья Удачи И благополучия До встречи До свидания